Добрый день, дорогие друзья! Спешу поздравить вас с праздником, который называется в Библии День Пятидесятницы. В народе его еще принято называть Праздник Троица. Этот праздник связан с днем, когда Дух Святой сошел на учеников, на апостолов Иисуса Христа. И я хотел бы прочитать отрывок из книги Деяния апостолов, из второй главы. Начинается с следующим образом. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнился весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Что-то необыкновенное произошло в этом специальный день. Дух Святой сошел на землю, сошел на учеников. Иисус Христос исполнил свое обещание. Ведь Он говорил своим ученикам о том, что умолит Отца Небесного, чтобы Отец Небесный послал Духа Святого на землю, который будет и утешителем, и напомнит все то, что говорил Христос. И научит, и даже будет обличать. И многие другие функции возложены на Дух Святой, которые сегодня действуют в жизни верующего человека. Но одно из немаловажных я хотел бы подчеркнуть. Ведь Бог в свое время дал откровение всем людям на землю. Назвал его своим словом. Его еще получил Моисей. Поэтому в этот день, День Шеву, еврейский народ празднует День Дарования Тории. Но сейчас я хочу сказать о том, что важно, чтобы не только Тора, или Слово Божье, или откровение Слова Божье было у человека, но важно, чтобы еще оно жило внутри каждого человеческого сердца. Ведь именно тогда человек становится сильным и способным. И именно Дух Святой оживляет Слово Божье внутри человека и делает откровение действующее. Откровение Слова Божье действующее, а человек через это становится сильным и способным. И вспоминая, как говорят, парлютые события исхода Израиля, из египетского рабства, мы можем сказать о 12 саглядатах. Десять не смогли увидеть то, что открывал в своем откровении Господь для Израиля. А Он говорил о земле обетованных, где текут молочные рейки, где мед, где благодать, где благословение. И только двое, Иисус Нарин и Халев, они поверили в это откровение. Они были способны принять это откровение. Откровение в них жило, и они в итоге, дальше после Моисея, ввели народ Израиля в землю обетованных. И именно те, которые смогли принять откровение, смогли войти в землю обетованных, тем самым наследовав ее. Ведь важно, чтобы откровение жило в сердце человека. И вот именно это откровение оживляет внутри сердца человеческого. Дух Святой. Без откровения Слово Божье невозможно войти в свое обетование, которое Господь приготовил для каждого из нас. Но с помощью Духа Божьего, который оживляет это откровение, оживляет это Слово, человек становится способным и сильным войти в землю свое обетованное и получить все те обетования в исполненном виде. Поэтому еще раз поздравляю вас с праздником, который называется День Пятидесятницы. Или в народе говорят Троица. Поздравляю и желаю вам благословения. Пусть каждый из вас войдет в свою землю обетованную с помощью откровения Слово Божьего, которое оживляется Духом Божьим внутри каждого сердца. С праздником благословения.